Привет, Библия! Тема Иерихон и Раах. Текст. Книга Иисуса Навина, 2 глава, с 22 по 24 стих. Бог неоднократно говорил Иисусу Навину, который собирался сражаться с хананейми, «Будь тверд и мужествен, и не бойся, я с тобой». Бог знал сердце Иисуса Навина лучше, чем кто-либо другой. 40 лет назад, когда Иисус Навин был еще молод, Он сказал израильтянам, «Не бояться хананеев, и они достанутся нам на съедение». Моисей, на которого полагался и доверял Навин, состарился и умер. А город Ханаани был большим и сильным, поэтому он был захвачен страхами. Бог знал сердце Иисуса Навина и создал ситуацию, которая заставила его страх исчезнуть. То, что сделал Бог, записано во 2 главе Иисуса Навина. Иисус Навин задумался о том, как завоевать Иерихон, и Он решил послать двух саглядатаев, прежде чем идти на войну. Два саглядатая пошли в дом к женщине по имени Рааф, которую часто посещали многие жители Иерихона, чтобы получить информацию о городе Иерихон. Но возникла проблема. Царь Иерихона, который боялся израильтян, стоящих лагерем за рекой Иордан, услышал, что в Иерихон проникли израильские саглядаты. Услышав эту новость, царь Иерихонский послал к Рааф воинов и сказал, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в дом твой». Тогда Рааф сказала, «Точно, приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Они не здесь. Когда стемнело и настало время закрывать городские ворота, они ушли. Поспешите, может быть, вы их догоните». Войны выслушали слова Рааф и поторопились выйти из города. Честно ли говорила Рааф? На самом деле, саглядатые, посланные Иисусом Навиным, прятались на крыше дома Рааф. Рааф спрятала их. Когда прибыли солдаты, посланные царем Иерихона саглядатые, может быть, подумали, «О, теперь все кончено». Они спрятались на крыше, как предложила им Рааф. Но, может быть, они думали, что она предаст их. Но Рааф не предала их. После того, как солдаты ушли, она поднялась на крышу и сказала им, «Мы слышали то, что ваш бог сделал для вас в Египте и в пустыне. Я знаю, что ваш бог отдал эту землю вам. Бог ваш есть бог на небесах вверху и на земле внизу. Поэтому жители Иерихона боятся вас». Саглядатые, которые осмотрели Иерихон, рассказали Иисусу Навину слова Рааф, что жители Иерихона боятся Израиля. Слова, переданные саглядатыми, должно быть, очень помогли Иисусу Навину. Он изменился и стал мужественным. Он без страха перешел реку Иордан и смог захватить Иерихон. Дорогие дети, так же, как Иисус Навин боялся перед битвой с Иерихоном, мы тоже можем бояться мира. Учеба, человеческие отношения и бедность могут заставить нас бояться. Но помните, что Бог говорит нам не бояться, и что Он с нами. «Мир грозит нам великой силой, но если мы верим в Слово Божие и живем по нему, нам не нужно бояться мира. Тогда мир, увидев нашу веру, будет бояться нас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова